Здравствуйте! В новом 2018 году мы продолжаем наш проект, задача которого состоит в том, чтобы рассказать, чем занимаются народные избранники. Итак, сегодня слово депутату Мечиславу Константину. Здравствуйте! Здравствуйте! Мечислав Валерьевич Константинов, депутат по 14-му избирательному округу. Окончил Серпуховскую первую школу и МГУ приборостроения и информатики. Трудовую деятельность также начал в родном городе с должностью управляющего по продажам компаний «Балтика» и «Зао Пивоварня». Сейчас трудится в сети строительных магазинов «Бобренок». Мечислав Константинов участвует в работе общественной организации «ЖКХ-контроль Серпухов» в качестве консультанта. Мы с вами не случайно сегодня встретились здесь, да? Это ваш избирательный участок? Как часто вы здесь вообще бываете и встречаетесь с людьми? С людьми встречаюсь два раза в месяц, а так я здесь каждый день проезжаю. Когда работы были на участке, я ездил в принципе каждый день, контролировал, созванивался с подрядчиками. Какие улицы еще входят в ваш избирательный округ? Часть проезд Мишина, часть Луначарского, потом Подольская, тоже часть весенняя, тоже начало весенней, там дома 2, 4, 6, 8. Бракфаковский проезд. С какими вопросами к вам приходят люди, как к депутату? Приходят вообще с разными вопросами. Ну, в основном вопросы все по ЖКХ. Вот перед Новым годом буквально, вот прием у меня был, жители с 4-го дома по весенней приходили ко мне. У них в подъезде вода вместо горячей холодной идет, потому что обратка не работает. Вот этот вопрос сейчас подняли на уровень администрации, и вот сейчас жду результатов, как бы, потому что уже с управляющей компанией связались, они вот должны устранить это. И потом вот буду опять же с жителями встречаться и вот расскажу, как все прошло. А какие вообще вопросы были в приоритете? Ну, все, в принципе, вопросы по ЖКХ в основном. Ну, благоустройство тоже, в принципе, когда я шел, ну, избирался в депутаты, я составлял план, как бы, по наказам жителей. Вот, в принципе, на данный момент, в принципе, на округе сделано, ну, можно сказать, 80% того, что было запланировано вот за два с половиной года. Осталось вот еще по освещению, по обрезке деревьев вопросы. И самый такой наболевший вопрос у жителей – это пруд, чистка пруда, как бы, благоустройство. Но с этим вопросом постоянно подхожу, как бы, к голове города, к Олегу Анатольевичу подхожу, к сотнику, как бы, мы вот, ну, разговариваем. Как бы, не хочу загадывать, но в следующем году Дмитрий Вячеславович, как бы, обещал помочь решить эту проблему. Буду надеяться, что все будет хорошо. А вот, по-вашему, в чем роль депутата в решении какого-то вопроса? Вот появилась у жителя, допустим, многоквартирного дома какая-то проблема. Ну, депутат, это, знаете, это как прокладка между жителями и администрацией. Получается, я выслушаю жителей, как бы, доношу это все до администрации, и вот тут решается двухсторонний вопрос между жителями и администрацией. Насколько вам сложно в этой роли? Вы были готовы к абсолютно ко всему, с чем столкнулись? Ну, я думал, что если, ну, депутатом встану, что у меня будет больше полномочий, как бы, и мне будет легче решать какие-то проблемы жителей. Но столкнулся тоже с такой проблемой, что, как бы, не все так просто. В основном тоже везде отписки, бумажки. А конкретные дела 2017 года? В 2017 году тоже очень много сделали. Во-первых, на проезде Мишина, ну, на моем округе, на 2014-м была большая проблема с парковками. Очень большая. Ну, это, в принципе, во всем городе так. Вот сейчас, в данный момент, мы, в принципе, стоим на одной из новых парковок, которая сделана за домами, вот, 11-13 по проезду Мишина. Сделали парковку на Луначарского 35 за домом, около церкви всех святых сделали. И сделали парковку во дворе дома номер 18 по проезду Мишин. Там, ну, там было благоустройство дворовой территории, там, как бы, асфальт положили новый. И сделали парковку. В этом году поставили площадку детскую на весенний 8, благодаря жителям. В принципе, жители тоже писали в Добродел много, как бы, и в администрацию. В принципе, вот, жители молодцы. Есть на моем округе дома, которые, в принципе, достаточно борются за улучшение своей территории. Могу даже отметить такие дома, как Луначарского 33, старший дом постоянно со мной, ну, ВКонтакте мы, вот, работаем по проезду Мишина 14, тоже старший дом, тоже постоянно мы на телефоне созваниваемся, как бы, друг другу помогаем. И вот по проезду Мишина дом 13. Ну, честно, остальные вот дома, как бы, вот, там нет старших домов, и никто не хочет брать на себя такую ответственность, быть старшим домом. Это очень плохо. Если, опять же, вот, могу сказать, если есть старший дом, есть совет дома, это намного легче решать проблемы жилищные, которые, ну, я имею в виду, по суправляющей компании, там, какие-то еще вопросы, намного легче все решить. Вот вы сказали, есть активные жители, которые борются и отстаивают свои права, да? А бороться и отстаивать свои права легче с депутатом городского совета? Ну, вообще, вместе всегда легче решать любые вопросы. Какие наказы поступили в 2018-м? Наверняка уже есть какие-то заявления, были встречи? Вот у меня приходили тоже, например, люди просили детскую площадку на Луначарского 35, потому что там были старые качели, но, как мы знаем, тоже губернатор, тоже подписал документы, чтобы срезали все жесткие качели, жесткие сцепки железные. И вот там тоже срезали качели, карусели убрали, люди там просят поставить детскую площадку. Но, честно, в следующем году даже не знаю, получится нет, потому что в 2018-м году в основном все пойдет на дошкольные учреждения, на школы, детские сады, как бы будем стараться, чтобы сделали. Бюджет 2018-го, как по-вашему, насколько он перспективный вообще и правильно составленный? Было несколько и расширенных комиссий по бюджету, и как бы вот все это обсуждалось. Ну, тоже смотрели. Ну, я считаю, что, в принципе, достойно там все это спланировали. Будем надеяться, что область тоже финансирует, как бы, будем надеяться, что будет все нормально. В этом году тоже, как бы, опять же, мы видели, как и в том году, были некоторые не то, что недоделки, а просто подрядчики не успевали, ну, закончить объекты свои. И вот тоже затянулось, в принципе, можно сказать, до зимы затянулось. Ну, вроде, как бы, все сделали. Правда, полицейских лежащих положить на Паразмишина 14, там тоже, потому что срезали полицейского лежащего, там во дворе, потому что там дети ходят в школу, но обещали положить, тоже созванивался с подрядчиками. Обещают доделать. Вы как депутат приезжали и контролировали работу подрядчиков? Постоянно на телефоне, как бы, с Натальей Морозовой тоже, вот, кто непосредственно с подрядчиками работает, и так сам созванивался. Мячеслав, и напоследок блиц вопросы, да? Я вам буду задавать короткие вопросы, а вы даете короткие, емкие ответы, хорошо? Ладно. Ну, естественно, новогодний вопрос. Какие подарки в этом году получили от Деда Мороза? Честно? Честно. Телефон. Вы делаете по утрам зарядку? Нет. Любимая улица в Серпухове? В Рашелу, я на ней родился. Вы дергали в детстве девчонок за косички? Да. И причем даже скажу, что девчонок, которых я дергал, сейчас у ней своя группа, она поступает во всей России, по миру ездит. Это группа Луна. Девушку зовут Лусюна Гевархиа. Вот как. Что вы берете, шоколад или мармелад? Сладкое не люблю. Вы строите планы на будущее или живете одним днем? Строю на будущее планы. И вы боитесь высоты? Высокой – да. Совсем. А так – нет. Спасибо большое за сегодняшнее интервью. Чтобы только один страх у вас был в жизни – высоты. Все остальные страхи были никчемные. Вы все трудности преодолевали в жизни и работали на благо города. Спасибо и до новых встреч. Вам тоже спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.